Если у вас много идей, но вы интроверт, социопат и человеконенавистник, то, скорее всего, вы станете хорошим креативным продюсером. Куда артиста не целуй, везде жопа. Это ли не самый настоящий манифест феминизма? Он хочет открыть Америку, а все хотят домой. Окажется, что музыкальный гений на самом деле изверг. Тебе нужен звериный нюх и, желательно, инстинкт убийцы. Как бы тяжело ни было, шоу должно продолжаться. Всем привет! С вами Нателла Лучше Объяснит. Подписывайтесь на наш канал. Вам все равно, а нам приятно. Сегодня я решила поговорить с вами о том, как продать мечту или о том, чем я занимаюсь всю свою жизнь, о профессии продюсер. Есть такая шутка, чем Бог отличается от продюсера? Бог не думает, что он продюсер. Да, друзья, между продюсером и Богом очень много общего. В первую очередь и тот, и другой создатели. И тот, и другой играют в людей, как бы цинично это ни звучало. И тот, и другой меняют реальность, расширяя ее до невообразимых пределов. И тот, и другой, как правило, одиноки. И тот, и другой редко получают благодарность от тех, кого привели в этот мир. И тот, и другой вспоминаются всу и забываются при первых признаках успеха. И тот, и другой знают, что для того, чтобы человек во что-то поверил, он должен это увидеть. А еще, что как бы тяжело ни было, шоу должно продолжаться. Итак, что за птица такая, продюсер? Начнем с того, что это человек, который умеет, простите, из говна вылепить пулю и придумать легенду о том, что это та самая пуля, ну, например, из револьвера Чепмана, который застрелил Леннона. И к вам она попала? Только потому, что вы всемогущие. Ну, я шучу, конечно. Для меня продюсер — это в первую очередь творческая личность, которой нравится и петь, и играть на гитаре, и сниматься в кино, и делать все везде и сразу. Поэтому он решил выбрать профессию, которая позволит ему объединить все это и даже возглавить. Я с детства знала, что я продюсер, хотя тогда даже слова такого не было. Были директора картин, директора и администраторы артистов, но я всегда понимала, что моя сильная сторона — это то, что я могу разглядеть в человеке то, что другим не очевидно, а потом сделать так, что все остальные увидят то, что вижу я. Я была совсем крошкой, лет, наверное, пять, и в детском саду воспитательница, когда ей нужно было отлучиться, усаживала меня в центре комнаты и просила рассказать что-то детям. Я знала наизусть десятки книг и до сих пор помню себя на этом стульчике. Вокруг меня дети, которые еще секунду назад чем-то там занимались, визжали, бегали, и вдруг тишина начинает охватывать пространство, и через пять минут все просто сидели и слушали. Заставить себя слушать — это важный навык, как и искусство сторителлинга. Продюсер, который не умеет убедительно и ярко доносить свою мысль, который не обладает достаточным обаянием, вряд ли сможет достичь успеха. Хотя сегодня так много аматоров и шарлатанов, что, в принципе, достаточно быть пробкой от бутылки, и за тобой пойдут. Я не знаю, как так вышло, но с самого детства я знала, что преимущество у тех, кто умнее. И я читала. Читала все, что попадалось под руку. Таким образом, мой мир смыслов становился бескрайним и, конечно, заметно опережал моих сверстников. Напомню, что я не родилась где-нибудь в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, и даже не в Киеве или Петербурге. В том городе, где я жила, не было никаких шансов учиться в модной творческой школе, ходить в студии театральные, вращаться среди творческой интеллигенции. У меня были книжки, видео и аудиокассеты, и какое-то необъяснимое ощущение, что я чем-то отличаюсь от всех остальных. Что у меня какой-то свой, особый путь. Так, наверное, думают все дети, но важно не потерять это ощущение и не потерять веру в себя. Не помню, в каком году в эфиры телеканалов стали врываться всевозможные реалити, где в прямом эфире ты наблюдал становление звезд. Круто ты попал на ТВ, ты звезда. В эфире программа «Шанс. Финал». И добро пожаловать на шоу «Народный артист». Помню, они были дико популярны, и все дети во дворе хотели быть кем-то из артистов. Все, но не я. Я страстно наблюдала за кулисей и понимала, что мне нравится быть среди тех, кто помогает наводить всю эту суету. Что артисты – это ведь всего лишь куклы, а вот те, кто за ними – это и есть творцы, создатели. В общем, я сидела перед телеком, разинув рот, и приставала к своей сестре, чтобы она стала певицей, а я ее продюсером. Но жизнь шла своим чередом, и когда пришло время поступать в универ, ни о каком продюсировании речи уже не шло. Для того, чтобы обучиться этому, нужно было уезжать в Лондон или в Америку. А я тогда не была готова уехать за границу, ну, была очень привязана к семье, да и мечта о продюсировании отошла на второй план. Я вдруг увлеклась юриспруденцией, решила получить образование в области международного права. Да, друзья, большая проблема моя, возможно, огромное преимущество, что я часто увлекаюсь и довольно скоро теряю интерес. Для продюсера это неоднозначное качество, но сегодня я абсолютно не жалею, что получила юридическое образование. Это неоднократно помогало мне на протяжении карьеры. Я всегда очень любила кино и музыку, но как проникнуть в этот мир, как стать его частью, я не знала. Папа, зная мою любовь к артистам, устраивал мне невероятные дни рождения, куда съезжались просто все топовые представители шоу-бизнеса 2000-х. Господи, кто там только не пел. Это была песня года, а не день рождения. Но все это меня развлекало, не более. А еще, когда артисты пели буквально у меня перед носом, я видела их совсем рядом, и их таинственный образ рассеивался. Они буквально на глазах превращались из принцессы-принцев в обычных людей. С порами на коже, с плохими волосами. У некоторых и зубов не было вовсе. Ну, думаю, понимаете, о ком я. И как-то эта близость меня смущала. Я поняла, что артист должен оставаться недосягаемым для своей аудитории. Он должен быть идолом, а не приятелем. Нельзя подпускать поклонника близко к артисту. Я до сих пор в этом абсолютно уверена. Хотя сегодня вот эти все эти сопли на публику, каждый чих в Инстаграме, продублированный в телегу и ТикТок, и вот эти все мои люди и прочая хрень, ну, не осталось больше носителей истинной старпауэр. Этого звездного могущества, самой сильной власти через экран, через песню, через образ, а не через, простите, задницу в кадре. В 2001 году я начала работать в одной из компаний моего отца, которая занималась швейцарскими часами и ювелирными украшениями. Это был очень солидный бизнес очень взрослых людей. И я в свои 20-21 едва вписывалась в этот мир больших дядей. Но я очень быстро поняла, что моя энергия, энтузиазм и моя смекалка, умение быстро встраиваться в любые процессы вызывают уважение. И несмотря на то, что мне бывало дико скучно внутри этого мира ужасно богатых людей, ну, чтобы вы понимали, мы торговали часами, которые стоили 300-400 тысяч евро, некоторые позиции доходили и до 1 миллиона евро, я очень многому у них научилась. В мире часов, как и в мире людей, очень много фейков, раздутых из ничего истории. Часы, в которых маркетинг определяет спрос, а не их качество. Да, таких очень много. Но есть и вечные ценности. Поэтому такие часовые бренды, как Patek Philippe, Brigue, Odmar Pigue никогда не выйдут из моды и никогда не потеряют стоимости. Мне очень нравится рекламная кампания некоторых брендов. Например, Patek позиционирует себя как часы, которые передаются по наследству. А у Жерара Перего была потрясающая кампания со словом wait, жди. Когда, допустим, на одной картинке изображалась слева полена, а справа скрипка Страдивари. А между ними слово «жди». Да, действительно, иногда умение ждать – это наивысшее из достижений. Так вот, среди таких чопорных швейцарцев, которые веками управляли своими часовыми домами, были и прекрасные выскочки, которые, как гениальные продюсеры, умели создавать шум из ничего и продать его за очень дорого. Например, Фавас Грози. Человек, который раскрутил моду на черные алмазы, которые вообще-то всегда считались браком среди камней. И сделал так, что все модницы начали скупать за сумасшедшие деньги коллекцию его бренда De Grisogana. Фавас Грози понимал, что, создавая свой ювелирный дом, он не сможет конкурировать с брендами с вековой историей. Поэтому он пошел ва-банк. Он скупил за копейки все черные бриллианты и создал свою первую коллекцию. Именно ювелирный гений и хитрость, а также продюсерское чутье сделали черные бриллианты еще одной приметой двухтысячных. Когда я впервые встретилась с Фавасом, он произвел на меня магнетическое впечатление. Мы долго разговаривали, и я запомнила на всю жизнь то, что он мне тогда сказал. «Нателла, запомни, если ты видишь в чем-то красоту, а люди не видят, ты должна воспитывать их». На английском это звучало «you should educate people to make them see what you see». Я воспользовалась этим советом, хотя далеко не всегда это возможно. Люди не хотят расти, не хотят становиться лучше, им нравится плыть по течению, жить в своем аквариуме. Но, к сожалению, в 2020 году Дегризогана объявила о банкротстве. Но Фавас Грози – это тот самый продюсер, который поверил и вдохнул жизнь, изменил реальность и заставил других поверить в легенду о черном алмазе. Продюсер – это, конечно, предприниматель. Это человек, который готов пройти путь от идеи до реализации и при этом сделать ее коммерчески успешной. Если вы создаете то, что не продается, вы не продюсер. Вы просто творческая личность, возможно, даже очень талантливая. Но продюсер без финансовых результатов – это неудачник, хотя не все так однозначно. Давайте поговорим о нескольких направлениях в продюсировании. Термин «продюсер» начали использовать в киноиндустрии в начале 20 века, когда стали создаваться кинокомпании. Сегодня продюсер работает в различных отраслях, начиная от кино, музыки, театра, телевидения и заканчивая, прости господи, тиктоками и всевозможными прогревами в интернете. Продюсер должен уметь понять, почувствовать, подсказать, какие именно социальные потребности разлиты в воздухе и как их можно удовлетворить. А потом еще продать это задорого. Кинопродюсер держит в своих крепких руках весь процесс и контролирует все этапы – подготовку, производство, постпродакшн. Кстати, «Оскар» за лучший фильм вручают тоже продюсеру. Продюсер – это не просто тот, кто находит деньги на реализацию какого-то замысла, а тот, кто находит способы реализовать идею полноценно. От и до. Продюсер в кино – это человек, с которого все начинается и которым, по большому счету, все заканчивается. Это замкнутый круг, потому что от идеи и финансирования до прокатной судьбы – все это глобальная ответственность продюсера. Да, режиссер может снять плохое кино, но он, как минимум, получит за него гонорар. А продюсер, помимо того, что деньги потеряет, заработает еще и дурную репутацию. Мой опыт продюсирования всегда начинался с идеи. Я читала книгу, в которую влюблялась, покупала права, дальше запускала процесс поиска сценариста, режиссера, ну а после денег на производство. Моя задача заключалась в том, чтобы та творческая семья, которая сформируется в процессе, жила в счастливом союзе. Потому что съемки часто похожи на корабль, на котором Колумб плывет открывать Америку. Он хочет открыть Америку, а все хотят домой. Поэтому атмосфера и относительная финансовая свобода в рамках бюджета – это то, что продюсер просто обязан гарантировать. А еще он должен брать на себя ответственность за чужие промахи, за недосмотры. Причем ответственность его не пассивная, а проактивная. Продюсер решает конкретные вопросы. Продюсер в статике – это мертвый продюсер. Либо ты разбираешься с проблемами, либо проблемы разберутся с тобой. Продюсер собирает финансирование для фильма, помогает набрать команду, управляет логистикой и бизнес-операциями, принимает ключевые решения по маркетинговым планам, включая связи с общественностью, рекламу, распространение и выпуск. Может показаться, что продюсер живет на площадке, но это не совсем так. Во-первых, есть довольно авторитарные режиссеры, которые не очень приветствуют присутствие генерального продюсера на съемке. Да и у самого продюсера, как правило, сразу несколько проектов в работе, поэтому ты максимум заезжаешь проверить, все ли в порядке, все ли занимаются своими делами и так далее. А на самом деле организационной работой занимается исполнительный продюсер. И, как правило, продюсеров на площадке всегда несколько. Это линейный, сопродюсер, исполнительный, ассоциативный. Каждый отвечает за свой участок работы. Коллективный вклад всех этих людей, связанных с сотнями конкретных исполнителей винтиков, позволяет основному продюсеру не сломать мозг, занимаясь организацией процесса в целом. Он не обязательно стоит над ними с кнутом, однако все ниточки и права на окончательные решения сосредоточены именно в его руках. Он же инициирует и сам процесс запуска проектов производства. За главным продюсером следует исполнительный продюсер. Человек достаточно разнообразных функций. Он, по сути, ведет проект в режиме реального времени, отвечает за каждый этап перед генеральным. Это сверхценный кадр, по сути, без хорошего исполнительного, генеральный как без правой руки. Но в некоторых фильмах в Голливуде в графу «Исполнительный продюсер» помещают просто громкие имена, одолженные у звезд. Ну, условно, там, Стивен Спилберг или Джордж Куни могут быть исполнительными продюсерами для того, чтобы привлечь большее внимание к фильму. Сам же Спилберг, дав свое согласие, может в проекте больше никогда не участвовать и о нем не вспоминать. Также студия способна поставить в проект на эту должность человека, представляющего ее интересы, просто чтобы убедиться, что все идет как надо. В других случаях исполнительный продюсер бывает активно вовлечен в менеджмент, ведет финансовые операции вроде оплаты копирайтов, распределения роялти. Он может заниматься продакшеном и всевозможными творческими аспектами. В итоге один исполнительный продюсер ленты может работать над креативной стороной проекта, другой над бизнес-задачами. Но подписываться они будут одинаково. Исполнительные продюсеры, если они не просто свадебные генералы, должны обладать коммерческой жилкой, хорошо знать все уровни работы производства и умело вести переговоры. Без этих навыков им просто никто не доверит начальственные функции. Они могут быть как дольщиками, так и наемными лицами. Часто именно они, а не главный продюсер, выбирают для проектов вспомогательного продюсера, линейного продюсера. Линейный – это скорее работа, чем титул. В отличие от своих собратьев, он редко бывает допущен к каким-то креативным решениям. Его главная задача – постоянно дежурить на съемочной площадке, контролируя ход процесса и расход бюджета, что самое важное. Также он может напрямую работать с гильдиями и разбираться с разными бюрократами, вставляющими проекту палки в колеса. Хотя такой человек по итогу может быть подписан как угодно, вплоть до сопродюсера и исполнительного продюсера, а также координатора проекта. Также на площадке всегда присутствует креативный продюсер или шоураннер проекта. По сути, это художественный руководитель. Он обладает творческими полномочиями, то есть это тот самый человек, который может быть и автором сценария, и соавтором, а также скрипт-доктором. Но при этом он видит шире пределов сценария и отвечает за результат в целом. То есть креативный – это микс режиссера, сценариста и продюсера. Как говорил один мой хороший друг, большой продюсер, если у вас много идей, но вы интроверт, социопат и человеконенавистник, то, скорее всего, вы станете хорошим креативным продюсером. В Голливуде считается, что именно продюсеры основали киноиндустрию. Я думаю, отчасти это правда. Продюсер – это кровеносная система любого проекта. И даже если у тебя отлично работают отдельно взятые органы, а все вместе некачественно и откровенно плохо снабжается, то ты вряд ли создашь успешный проект. На заре производства продюсеры получали годовой производственный бюджет и распределяли его между проектами. На одной из крупных студий, их тогда было несколько, шесть, если быть точной, продюсер мог принимать участие в создании фильмов своей компании. Особенно это наблюдалось в 20-е годы, а также в некоторых студиях в 50-е годы, при централизованной продюсерской системе производства. Например, Ирвин Талберг обсуждал со сценаристами черновики сценариев, с режиссерами кадры и монтаж. Более того, именно он выбирал съемочную площадку актеров, сценаристов и режиссеров для каждого фильма, а также оценивал бюджет. Талберг считал кинопроизводство творческим бизнесом, то есть оно должно приносить некоторую прибыль, но художественный аспект был первичен. Его конкурент Дэвид Селзник видел продюсера великим знатоком таланта и коммерческих сюжетов, монтажером, способным писателем и требовательным руководителем производства. Миллиардер Говард Хьюз – классический пример такого активного вмешательства. Ричард Никсон однажды назвал его самым могущественным человеком своего времени. Когда-то в своем дневнике Говард поставил себе три цели – стать лучшим гольфистом, пилотом и кинопродюсером в мире. Он занимался пивоварением и ракетостроением, но главной его страстью было кино и авиация. Он лично конструировал свои самолеты и спонсировал свои фильмы. В один момент Говард с головой ушел в кинопроизводство и в 1928 году приступил к съемке «Знаменитых ангелов ада» – фильма, принесшего ему мировую известность. Хьюз, грезивший самолетами с детства, задумал эпическую драму о двух британских летчиках Первой мировой. Масштаб замысла был колоссальным. На съемки он потратил рекордные для киноиндустрии того времени 4 миллиона долларов. По нынешнему курсу это порядка 70 миллионов. Он купил более 40 боевых самолетов за 500 тысяч долларов и чуть не обанкротил семейный бизнес. Ему хотелось, чтобы на заднем плане были правильные образования облаков, и за это он отложил съемки на несколько месяцев. Он настолько вмешивался в производство, что режиссер картины просто ушел. Потом ушел второй режиссер. А когда пилоты заявили, что выполнение определенного маневра слишком опасно, он взял обязанности пилота-каскадера на себя и лично выполнял самые сложные трюки. Чтобы научиться пилотировать, он под чужим именем устроился сопровождающим багажа в American Airlines. Во время полетов Хьюз сидел рядом с пилотом и внимательно изучал приборную панель. После этого ему удалось попасть на программу обучения и даже коротковременно поработать вторым пилотом в American Airlines. Когда обман раскрылся, Хьюза уволили. Воздушные схватки «Ангелов» одновременно снимали 24 оператора. Изначально фильм «Ангела Ада» планировался к выходу в 1928 году и был немым. Но уже перед выходом фильма Говард Хьюз узнает, что появилась возможность снять кино со звуком. После чего «Ангелы Ада» практически полностью переснимаются под звуковое кино и выходят уже в этой версии в 30-м. Они нас заметили, идут в атаку. Фильм имел ошеломляющий успех у зрителей и кассовые сборы составили более 8 миллионов долларов, что по сегодняшнему курсу порядка 140 миллионов. В 2004 году Мартин Скорсезе снял фильм про Говарда Хьюза «Авиатор» с Ди Каприо в главной роли. В общей сложности кинотворение Скорсезе удостоилось 14 номинаций и 4 наград «Бафты», 11 номинаций и 5 премий «Оскар». Расскажу немного о том, как формируется бюджет и впоследствии распределяется прибыль. Как правило, на первом этапе я всегда сама финансирую кино. То есть покупаю права, оплачиваю сценарий. В некоторых случаях просто синопсис. Далее создается презентация, в которой обозначен логлайн истории, дримкаст, а также режиссер, оператор, продюсеры. Иногда для пущей убедительности мы снимаем тизер, для того, чтобы инвесторы были более сговорчивы. Кино – это очень длительный процесс. Когда я после шоу-бизнеса столкнулась с кинопроизводством, я думала, что сойду с ума от того, насколько все растянуто во времени. В среднем от полугода до полутора лет, иногда годами, пишется и правится сценарий. Потом на него нужно собрать деньги. Как правило, это фонды, каналы, частные инвесторы. А дальше начинается так называемый препродакшн – процесс подготовки к съемкам. Вы регулярно встречаетесь с командой. Режиссер, второй режиссер, исполнительный продюсер, сценаристы, оператор, художник-постановщик, художник по костюмам. Ну, а дальше актеры. И вы читаете, читаете, читаете сценарий, обсуждаете процесс, а линейный и исполнительный выстраивают график. Еще на этапе съемок ты приблизительно понимаешь прокатную фестивальную судьбу фильма. В индустрии редко кому удается сорвать овации и кассу внезапно. Все довольно прагматично просчитывается. Если фильм отобрали для фестивалей, значит, в прокат он выйдет после них. А если это сугубо коммерческий проект, то дата релиза согласовывается иногда даже до выхода в съемки. Все самые жирные даты разбираются заранее, потому что для некоторых категорий фильмов дата релиза – ключевой фактор. Также важно, чтобы фильм не сильно поджимался другими проектами, чтобы не было сверхмощной конкуренции за зрителя. Прибыль от проката вычитается по формуле 50% кинотеатров, плюс затраты на промо, и оставшиеся деньги за вычетом бюджета фильма делят продюсеры. Так что, когда фильм собирает условно 1 миллион, до продюсеров в лучшем случае дойдет 25%, а иногда и 10% прибыли. В Америке некоторые режиссеры не получают гонорар, а участвуют в распределении прибыли постфактум. Либо получают минималку плюс процент. Например, 20-й век Фокс не оплатил Джорджу Лукасу часть затрат на подготовку к съемкам «Звездных войн». Поэтому его продюсерская компания «Лукасфильм» получила более высокий процент от прибыли фильма. В погоне за деньгами некоторые продакшены оказываются нечестны на руку, и вот, например, продюсеры фильма «Волкс Уолл Стрит» заплатили правительству США 60 миллионов долларов за мошенничество. Съемки ленты Мартина Скорсезе финансировала компания «Red Granite Pictures», одним из основателей которой был пасынок премьер-министра Малайзии Риза Азиз. Риза Азиз вместе с матерью, отчимом и давним другом обвинялись в исчезновении 4,5 миллиардов долларов из государственного фонда, который контролировался бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом. Деньги были направлены на финансирование картин, над которыми работал Риза Азиз. Прокуроры утверждали, что «Волкс Уолл Стрит», «Здравствуй, папа, Новый год» и «Тупой, еще тупее два» были профинансированы на деньги, украденные из государственного фонда Малайзии, основанного в 2009 году премьер-министром страны. Звезда фильма «Волкс Уолл Стрит» Леонардо Ди Каприо также оказался в центре разбирательств, поскольку прокуратура утверждала, что голливудский актер получил в подарок полотно Пабло Пикассо стоимостью в 3,5 миллиона долларов, предположительно купленное на украденные из малайзийского госфонда средства. Власти США готовились в судебном порядке конфисковать у Ди Каприо картину, однако обладатель премии «Оскар» добровольно передал произведение искусства соответствующим органам. В 2021 году продюсер из Калифорнии Адам Джойнер выманил у инвесторов 14 миллионов долларов, убеждая их, что снимет фильм для Netflix. Он получил деньги от азиатских инвестиционных фирм, заявив, что они будут использованы для создания фильма «Легенды». Джойнер сообщал своим инвесторам, что в производстве будут участвовать видные голливудские деятели, включая Стивена Спилберга, Брэдли Купера, Гильермо Дель Торро. Джойнер показал инвесторам соглашение о нераспространении, в котором была поддельная подпись руководителя Netflix. Никто из руководителей Netflix не разговаривал с Джойнером, и компания не знала о легендах, пока схема мошенничества не была раскрыта. Несмотря на все его заверения, ни один элемент фильма так и не был запущен в производство. Хотя сценарий к легендам написал его брат Эндрю Джойнер. В конце концов, инвесторам сообщили, что дистрибьюторская сделка с Netflix сорвалась. Затем Джойнер сообщил инвесторам, что у него была подписана новая сделка с компанией Спилберга. Он заявил, что устно договорился с Дель Торро о постановке фильма. Кроме того, он сообщал инвесторам, что продюсер «Трансформеров» Дон Мерфи будет продюсировать картину. Джойнер согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств в сентябре 2019 года. Месяц спустя он продал дом на Манхэттен-Бич, который приобрел на деньги инвесторов. Чтобы продать дом, он подделал подписи адвокатов своих потерпевших, наложивших залог на имущество. В ходе расследования правительство конфисковало 5 миллионов долларов США со счетов, принадлежавших Джойнеру, из которых 4 миллиона долларов были возвращены корейской инвестиционной фирме. А самого Адама Джойнера посадили на 8 лет. Иногда даже звездный касс, захватывающий сценарий и потрясающие визуальные эффекты не спасают фильм от полного провала в прокате. В Голливуде это называют кассовой бомбой. Например, фильм Мартина Скорсезе «Убийца цветочной луны», который буквально недавно вышел на экраны, собрал всего 67 миллионов долларов внутри страны и 156 миллионов долларов во всем мире при бюджете в 200 миллионов. Эти цифры, безусловно, хороши для фильма, который длится больше трех часов, но они далеки от прибыльности. Apple, конечно, является технологическим гигантом, поэтому границы того, что происходит в прокате, размыты. Но если бы традиционная студия выпустила «Убийца цветочной луны», это было бы огромным провалом. Режиссеры, особенно именитые, часто сами берут на себя роль продюсеров, чтобы снимать свои фильмы так, как они того желают. Актеры также создают собственные киностудии, становятся продюсерами фильмов, в которых снимаются. Том Круз имеет собственную киностудию. Бостонские друзья Бен Аффлек и Мэтт Дэймон давно помогают друг другу с проектами. Они вместе штурмовали Голливуд, поэтому создание совместной компании было лишь вопросом времени. У них даже был общий банковский счет, когда они только начинали свою карьеру. Сейчас Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вместе развивают собственную кинокомпанию Artist Equity. Эмма Стоун недавно стала продюсером нашумевшего фильма одного из моих самых любимых «Poor Things» Йорго Салантимуса. Еще в 2020 году Стоун вместе со своим мужем Дэйвом Маккерри основала продюсерскую компанию. Про восхождение Риз Уизерспун как телепродюсера заговорили совсем недавно после сериала «Большая маленькая ложь» и запуска ее новой продюсерской компании «Hello Sunshine». Уизерспун тогда заявила, что ее цель – рассказывать истории с точки зрения женщин. Все больше разочаровываясь из-за отсутствия главных женских ролей, из-за того, что большинство сценариев разделяют общую тему о том, что женщины должны быть спасены мужчинами, она основала собственную продюсерскую компанию. Сегодня Уизерспун – одна из самых успешных женщин-продюсеров в отрасли. За четыре года она заключила контракты со всеми крупными игроками рынка – Netflix, Hulu, Amazon, Apple TV+. Ну, а для меня одним из самых ярких продюсеров женщин последнего времени, который удалось просто перевернуть индустрию с ног на голову, стала Крис Дженнер. Путь из бортпроводницы в телезвезду, а затем в конвейер по производству суперзвезд, который по совместительству еще и ее дети – это фантастическая карьера и успех, которому можно только позавидовать. Крис Дженнер монетизировала свое материнство. Это ли не самый настоящий манифест феминизма? Роскошные особняки, личные бизнес-джеты, гардеробы, полные нарядов от люксовых брендов, доходы в десятки миллионов долларов. Сложно представить, чтобы обладатель всего этого когда-то мыл полы или подносил напитки пассажирам Боинга. Правда, в 22 года Крис Дженнер довольно успешно вышла замуж за адвоката Роберта Кардашина и переехала в особняк на Беверли-Хиллз. Но роль домохозяйки при богатом папеньке ее не особо устраивала. В 91-м году Крис подает на развод, но, несмотря на расставание, остается с мужем хорошими друзьями. Спустя три года Роберт становится адвокатом гольфиста Симпсона, подозреваемого в зверском убийстве своей супруги. За скандальным уголовным разбирательством в середине 90-х следило все американское телевидение. И Крис Дженнер, которая была лучшей подругой погибшей Николь, получает свой первый луч славы. Ее имя вместе с фотографиями дочерей все чаще начинают мелькать в прессе из-за громкого судебного процесса, одним из главных лиц которого были ее бывший супруг и друг семьи. Убийство Николь Браун-Симпсон стало ударом для Крис Дженнер. И хотя журналисты ни на минуту не оставляли ее без внимания, Дженнер все-таки удалось скрыть от них свою депрессию, в которой она находилась после гибели подруги. Но, восстановив силы, Крис начала помогать своему мужу Брюсу в его работе. Она стала его неофициальным менеджером, занималась заключением сделок и даже помогала ему построить карьеру автогонщика. Это уже был второй муж Крис Дженнер. В этом деле Крис и правда оказалась успешна. Она нашла в Брюсе талант к публичным выступлениям и организовывала мероприятия с его участием, а также занималась разработкой проекта их собственной линии спорттоваров. Материнство Дженнер совмещало не только с карьерой менеджера, но и с работой на телевидении. В середине 90-х будущий матриарх семейства Кардашьян была корреспондентом в одном из американских ток-шоу. Именно этот опыт работы перед камерами позволил ей открыть себе интерес к работе в шоу-бизнесе. Крис успешно развивала свою карьеру, открывая детские бутики совместно со своей дочерью Кортни и наблюдала за тем, какую медийность приобретает ее дочь Ким, которая в то время работала ассистенткой у Перрис Хилтон и даже стала ее близкой подругой. Она решила монетизировать интерес средств массовой информации и общественности и дать им то, чего они так ждут – реалити о жизни богатого семейства. В тот момент семья Кардашьянов почти сравнялась с озборными по популярности, благодаря очередному скандалу «Скин». В интернете появилось ее интимное видео. Крис понимала, что наступил самый подходящий момент для запуска семейного ситкома, который бы показал миллионам американцев, как на самом деле живет популярное семейство, когда рядом нет папарацци. Помимо этого, высокие рейтинги обещало и отсутствие конкурентов. На телевидении в тот момент подобных шоу не было. Первый сезон «Keep up with Kardashians» впервые был показан на кабельном канале. Он сразу же привлек внимание аудитории, и проект вскоре был продлен на второй сезон. С 2007 года и вплоть до выхода финального 20 сезона одним из исполнительных продюсеров шоу оставалась сама Крис. Эту должность она успешно совмещала с ролью главы семейства, заботливой мамы и верной жены, которая может успокоить Ким, плачущую после того, как в бассейне утонули ее серии за 75 тысяч долларов, помирить дочерей и поддержать своего мужа, решившего сделать трансгендерный переход. За годы существования телешоу за Крис Дженнер прочно закрепился статус «момоджер». Эквивалента этого слова в русском языке попросту нет. Оно получилось из словосочетания «мом» и «менеджер». И в случае с Крис Дженнер характеризует ее как мать, которая наравне с родительскими обязанностями совмещает работу менеджера, помогающего своему ребенку. Подобных Дженнер единицы. Далеко не каждый способен быть родителем и при этом прилагать все усилия, чтобы сделать из своего материнства настоящий бизнес. Она не только дает советы Ким и остальным своим девочкам, но и отвечает за их заработок. Так, дочери Крис получают 90% от суммы сделки, остальные 10% уходят с самой Дженнер. Сделав из своей семьи настоящий культ для американских телезрителей, Крис Дженнер не только популяризовала термин «момеджер», показав на своем примере, каких высот можно достичь, совмещая бизнес и заботу о детях, но и обеспечила своих родных стабильным многомиллионным заработком. Если вы спросите меня, какими основными качествами должен обладать продюсер, я отвечу следующее. Интуиция. Без нее невозможно сделать правильную ставку, а ошибки в нашем таком сложном деле могут привести к краху. Тебе нужен звериный нюх и желательно инстинкт убийцы, потому что твой мир – это мир хищников, абсолютно циничных людей, мотивированных исключительно собственными амбициями и желаниями сорвать банк. Так что слушай себя, будь внимательным к деталям и держи дистанцию. Ораторское искусство. Ты должен быть очень хорошо образован, иметь широкий кругозор, быть начитанным и обладать классным чувством юмора. Тогда тебе будет легче открыть любую дверь. Но не только. Это позволит тебе создавать уникальный продукт в том жанре, который ты выберешь. Терпение. Основной элемент любого успеха. Вспомним рекламу Жерар Перего. Жди. Верь в то, что ты делаешь, и будь последовательным. Иногда в то, во что веришь ты, больше не верит никто. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Но когда ты окажешься на Олимпе, все эти неверующие придут и будут говорить. Мы всегда знали. Не бойся браться за все и учиться всему с нуля. Когда я пришла в шоу-бизнес, я ничего не знала о его законах. За первые пару лет я смогла отрежиссировать любой номер со сложной схемой света. Я знала название каждого прибора. Научилась снимать видеоклипы, которые потом собирали сотни миллионов просмотров. Я могла придумать идею и пройти путь до ее реализации в самые неподъемные сроки. Потому что главное правило продюсера – невозможное мы делаем сразу – чудеса за три дня. Не бойтесь ограничений. Критики хоронили карьеру Мадонны чаще, чем она меняла свой имидж. Они, кажется, и не понимали, что благодаря четкому осознанию своих ограничений она стала одним из величайших авторов, продюсеров и исполнителей своего времени. Народная мудрость гласит – куда артиста не целуй, везде жопа. Это применительно к любым творческим людям. Вы должны быть готовы принять тот факт, что ваш труд не будет оценен по достоинству. Поэтому просто наслаждайтесь процессом и не пытайтесь войти в историю. История сама решит, как с вами поступить. А вы делайте свое дело. И будь что будет. Первые пять или шесть десятилетий запись музыки продюсер был по большому счету человеком компании. Ему предстояло контролировать сеансы записи, а также объединять артистов, музыкантов, аранжировщиков, авторов песен и инженеров. Издатель приходил и пытался продать продюсеру подборку песен. Как только у продюсера была песня, он подбирал для нее исполнителя, назначал студийную сессию, аранжировщика для написания музыки и музыкантов для нее он тоже находил сам. До появления в 1949 году аудиокассет записи часто делались в реальном времени, пока играли музыканты. Неудачное выступление или плохая подача означали, что нужно начинать заново. Поэтому было жизненно важно, чтобы продюсер хорошо натренировал всех и подготовил их к тому, чтобы показать результат всей своей жизни. Но всему этому предстояло измениться, когда в 90-х появились диски. Сооснователь Sony настаивал на том, чтобы время проигрывания CD было продлено до 74 минут. Это было связано с тем, что он хотел, чтобы на CD можно было поместить девятую симфонию Бетховена. Повсеместная цифровизация постепенно привела к тому, что для широкой публики открылась возможность собрать собственную в звукозаписывающую студию у себя дома. Фактически ситуация в музыкальном мире изменилась настолько сильно, что роль продюсера перевернулась с ног на голову. Сегодня практически 99% музыки на каком-либо этапе записываются на компьютер и обрабатываются с помощью цифровых эффектов. Появился даже термин «бедрум-продюсер», так называемый «продюсер из спальни». Сегодня так называют те, кто делает музыку в своих импровизированных домашних студиях. Обычно это начинающие музыканты, которым не по карману аренда профессиональных студий и оплата работы саунд-инженеров. Они собирают минимальное оборудование бюджетного класса у себя дома и самостоятельно занимаются всем процессом. От создания музыки до мастеринга и сведения. Не все догадываются, что большая часть современной музыки создается именно бедрум-продюсерами. Крупные хиты от популярных исполнителей — лишь верхушка музыкального айсберга, большая часть которого скрыта под водой. Пожалуй, одним из самых известных примеров бедрум-продюсинга является певица Билли Айлиш вместе со своим братом Финном. Их первый альбом стал вторым по числу прослушиваний на стримингах во всем мире, уступив только хип-хоп-артисту Post Malone. На ютубе можно найти ролики с бэкстейджем записи этого альбома и в деталях разобрать, как он создавался. Несмотря на условия и приемы записи, от которых звукорежиссеры схватятся за голову, Айлиш и Финн получили грэмми за свой альбом. На церемонии вручения продюсер сказал, эти награды посвящаются всем ребятам, которые делают музыку в своей спальне. Продолжайте, и вы также получите одну из таких статуэток. Один из самых известных продюсеров в мире, Макс Мартин, создает свою музыку в студии, но статуэтку, тем не менее, он тоже получил. Уже 25 лет он сочиняет самые модные в мире поп-треки. Это музыкальный волшебник мелодий, главный создатель хуков, крючков в музыке, ответственный за 21 хит номер 1 в билборде. Кстати, на 5 хитов меньше у Джона Леннона и на 11 меньше у Пола Маккартни. Но в то время, как Леннон и Маккартни всемирно признаются гениями, мало кто за пределами музыкальной индустрии слышал о Максе Мартине. В 1994 году он встретил своего наставника, шведского диджея по имени Деннис Поп, который был одним из основателей студии Шейрон. Деннис только что создал крупные хиты для Ace of Base, такие как All That She Wants. Кстати, Ace of Base изначально не понравились продюсеры Дениса Попу. У исполнителей было бы мало шансов пробиться, если бы кассета с их демо-записью не застряла у Попа в автомобильной магнитоле. И он вынужден был слушать ее на протяжении нескольких недель. Таким образом, он постепенно начал осознавать, что у ребят есть потенциал. Мартин начал работать как сопродюсер второго альбома Ace of Base. В отличие от Дениса, который не играл и не писал музыку, Мартин знал музыкальную теорию и нотное письмо. Денис говорил, нам нужно новое влияние, поэтому Мартин, создай что-нибудь красивое, пока я схожу за суши. Я возвращался, и он делал что-то великолепное. Сингл «Beautiful Life» оттуда. Попадание в топ-100 лучших песен 90-х, и их было продано более 7 миллионов копий. Майкл Джексон когда-то сказал, что это лучшая песня, которую он слышал за много лет. В 96-м году Макс Мартин перебирается в Лос-Анджелес, и тут начинаются его по-настоящему золотые годы. Спустя буквально некоторое время Мартин, продюсер и со-автор бойс-бенда «Бэкстрит Бойс», первые места в американском хит-параде, плюс жесткая ротация на MTV уже за ним. А потом этот швед просто захватывает мир вместе с Бритни Спирс. Он написал свою самую знаменитую песню «Baby One More Time». Однако целый год не мог ее пристроить. Никого из звезд будущий хит не привлек. Группа TLC отказалась, посчитав слова «Hit me one more time», которые переводятся как «Ударь меня еще раз», призывом к домашнему насилию. Мартин утверждал, что на молодежном сленге это означало «Позвони мне». В конце концов, песню спела Бритни Спирс и хит «Hit me baby one more time» просто лился из каждого утюга. Песня стала первым номером практически в каждой стране, где случился ее релиз. В 2000-х Мартин уже работает с Пин, Кэти Перри, Селин Дион. Просто я любопытно и объяснял Мартин причины своего успеха. «Если 200 человек любят что-то, я пытаюсь понять почему. Это почти наука для меня. Я каждый раз пытаюсь взломать этот код». Мартин называет свою концепцию «мелодическая математика». Мелодия – это самое главное. Мартин сначала пишет мелодию, и только потом у песни появляется текст, что идет вразрез, как правило, с общим опытом. Текст подчинен одной цели – поддерживать мелодию и не обязан иметь какой-то смысл. В каждой строчке присутствует определенное количество слогов, а следующая строчка является зеркальным отражением предыдущей, даже если ради этого приходится жертвовать смыслом и содержанием. С припевом тянуть нельзя, он должен начинаться не позже 50-й секунды и иметь контрастирующую с основной мелодию. В большинстве его хитов от трех до четырех мелодических частей. Вот такая формула успеха хита от Мартина. Бридни Спирс рассказывала, что демо-версии всех своих хитов Макс Мартин поет сам и заставляет исполнителей петь их точно так же. Но не со всеми артистами это работает. Зачастую у артиста возникает нежелание слепо следовать за продюсером. Бывает, что долголетнее сотрудничество даже превращается в войну, иногда довольно изощренную. Макс Мартин также продюсировал альбом «Тейлор Свифт» 1989. В прошлом году певица заявила о перевыпуске, пожалуй, своей самой известной и успешной работы. В 2005 году 15-летняя Тейлор подписала контракт с лейблом «Биг Машин». Контракт Тейлора «Биг Машин» длился 13 лет. За это время Свифт выпустила шесть альбомов. Певица пыталась получить права на мастер записи своих первых шести работ, выпущенных с этим лейблом. Увы, этого сделать ей не удалось. Но Свифт возмутил другой факт. В 2019-м права на ее записи ушли к скутеру Брауну, менеджеру Джастина Бибера и Арианы Гранде. Это стало последней каплей. Оказалось, Тейлор даже не знала, кому именно отдали права на ее творчество. Браун же откровенно высмеивал Свифт и в целом имел не очень хорошую репутацию, поскольку, по слухам, эксплуатировал своих артистов и выжимал из них все силы. В сложившейся ситуации записать вышедшее еще раз было лучшим из возможных решений. Свифт решила обесценить купленные скутером Брауном права. Теперь при желании использовать ее песни в фильме или рекламе проще обратиться к самой артистке и получить от нее новую версию. В 2002 году Майкл Джексон обвинял свой лейбл в расизме. Он заявлял, звукозаписывающие компании действительно сговариваются против артистов. Они воруют, обманывают, делают все, что могут, особенно против чернокожих артистов. Но Майклу удалось сломать систему. Он стал первым чернокожим исполнителем, чьи клипы ротировались на MTV днем и ночью. Перед тем, как это произошло, в 1982 году Джексон на несколько месяцев заперся в калифорнийской студии вместе с продюсером Куинси Джонсом и написал альбом «Триллер». В него вошли 9 треков, отобранных из 30, созданных во время сессии записи. Джонс и Джексон не были довольны содержанием ни одной из песен, поэтому они потратили еще 9 недель на переработку каждой из них. Альбом «Триллер» стал самым продаваемым альбомом всех времен и получил 8 премий Грэмми. Больше, чем любой другой альбом в истории музыки. «Билли Джин» — второй из семи синглов, который произвел фурор среди слушателей и провел 7 недель на первом месте в чарте Billboard 100. Альбом «Триллер» разрушил существовавшую в то время сегрегацию между черной и белой музыкой. Сам Джексон говорил, что на альбом его вдохновил Петр Ильич Чайковский. С самого детства я изучал композицию, наибольшее влияние на меня оказал Чайковский. Глядя на такое произведение, как «Щелкунчик», можно сразу сказать, что каждая его часть просто потрясающая. И я сказал себе, почему не может быть поп-альбома, где каждая песня великолепна? Джексон выпускал сингл за синглом, а благодаря своим клипам артист изменил правила игры. Особенно запоминающимся является короткий фильм, иллюстрирующий заглавную песню с альбома. Режиссером триллера стал Джон Лендис, который до этого снимал полнометражные фильмы. В 2009 году, вскоре после смерти Джексона, клип на песню «Триллер» был внесен в национальный реестр фильмов библиотеки Конгресса США. Это был первый музыкальный клип, удостоенный такой чести. У легендарных битлов тоже были нелегкие времена с лейблами. В конечном итоге группа основала собственное издательство Apple Records, но на этом их проблемы все равно не закончились. Когда битлы распались, Леннон начал в прямом смысле поклоняться продюсеру Филу Спектру, который работал с Тиной Тернер и Шер. Настоящий ас в деле создания вкусного саунда. Он активно экспериментировал со студийными эффектами и стал популяризатором знаменитого приема «стена звука». Суть стены звука в многократном дублировании партий музыкальных инструментов, которые затем накладывались друг на друга во время записи. Леннон на него смотрел снизу вверх и, по утверждению некоторых свидетелей, буквально преклонялся перед Спектром. В индустрии продюсер прослыл гением-перфекционистом и требовательным деспотом, который относился к музыкантам как к собственным музыкальным инструментам. Спектр обращался с именитыми артистами бесцеремонно. Жизнь продюсера полнится живописными историями о том, как он, к примеру, выстрелил в потолок студии, работая с Ленноном. Наставил пистолет на Леонардо Коэна в период сотрудничества над одной из его песен. И якобы удерживал группу Зарамонес в заложниках, угрожая оружием во время записи их альбома. Такое отношение сходило ему с рук, пока студия Спектра выпускала хиты. Однако со временем его подчиненные покинули его. Фил Спектр крайне ценил сформировавшуюся вокруг него ауру властного творца и крайне болезненно переживал все, что могло ей навредить. Он зачастую с трудом контролировал себя. Мог, например, с легкостью впасть в ярость, а также регулярно переживал эпизоды величия и полного самоуничижения. У его приближенных эта радикальная полярность в поведении вызывала явное беспокойство. Такие перепады в настроении музыкального магната влияли не только на рабочий процесс, но и на их итог. Спектр мог без объяснения каких-либо причин отказаться выпускать ту или иную композицию. Современники продюсера помнят немало случаев, когда он конфликтовал со случайными людьми в Лос-Анджелесе, после чего пускал в ход телохранителей, которые избивали самых ретивых. Спектр также продюсировал свою жену, Ронни Беннетт. Она была солисткой группы The Ronnets. Его супруга вспоминала, что он сделал из нее звезду, но как только она вышла за него замуж, он заставил ее исчезнуть со сцены на целых семь лет. Окажется, что музыкальный гений на самом деле изверг. Он запер супругу в собственном доме. За семь лет она ни разу не сходила ни в кино, не посещала рестораны, вообще не появлялась на публике. Особняк был окружен забором с колючей проволокой и охранялся сторожевыми псами. Когда Ронни говорила, что бросит Фила, он угрожал убить ее и положить ее труп в стеклянный гроб, который якобы хранился в доме. В попытке привязать молодую супругу к себе, Спектр одаривал Ронни детьми. Первых двоих он усыновил через год после свадьбы, а еще год спустя, без согласия супруги, усыновил сразу двоих близнецов. Супруга вспоминала, что они ехали на машине и остановились у особняка, и она увидела двух близнецов, играющих у фонтана. Когда она спросила, что это, продюсер ответил, с Рождеством. Артистка сбежала из особняка в 1972 году. Ронни покинула жилище через окно босиком, потому что муж не давал ей носить в доме обувь, надеясь, что это удержит ее от побега. Два года спустя певица развелась со Спектром, оставив ему опеку над детьми. Об этом Ронни рассказала за 13 лет до того, как в доме продюсера обнаружили труп актрисы Ланы Кларксон. В феврале 2003 года Фил Спектр убил актрису, выстрелив ей в рот на своей вилле под Лос-Анджелесом. С артисткой продюсер познакомился за считанные часы до ее смерти в одном из клубов. Водитель Спектра отвез их на лимузине к нему домой, а через час из особняка раздался выстрел, после чего Фил вышел к водителю, заявив, что кого-то там убил. Позже Спектр отрицал причастность к смерти Кларксон, утверждая, будто она сама случайно застрелилась. Судебный процесс по делу начался спустя 4 года и затянулся аж на целых 3. Все это время продюсер, внесший за себя залог в миллион долларов, находился на свободе. Но в тюрьму он все же сел. Спектр умер за решеткой от ковида в 2021 году. В темные времена, когда наши далекие предки собирались вокруг первых костров, начиналась история продюсирования. Не было тогда ни студий звукозаписи, ни голливудских мегаполисов, но уже тогда у костра выделялись те, кто умело продюсировал истории. Их контент был прост. Охотничьи истории, мифы о создании мира, предания о богах и героях. И все же они были мастерами своего дела, понимая, как подать историю, чтобы слушатели возвращались за новыми порциями. Прошли столетия, и мир изменился. С приходом письменности продюсирование перешло на новый уровень. С развитием технологий оно обрело еще более совершенные формы. Изобретение печатного станка Гутенбергом в 15 веке привело к информационному взрыву. Книги стали доступны широким массам, что в свою очередь способствовало распространению идей, литературному разнообразию и, конечно, рождению новых жанров. 20 век стал эпохой кинематографа, радио и телевидения, открыв новую страницу в истории продюсирования. Продюсеры теперь стали ключевыми фигурами в создании фильмов, музыкальных альбомов и телешоу. Они стали теми, кто не просто финансирует проекты, но формирует вкусы аудитории, определяет тренды и, по сути, решает, что будет на слуху. В эпоху цифровых технологий продюсирование вновь претерпело революцию. Интернет и социальные сети дали возможность каждому стать продюсером, расширив границы творчества до необозримых пределов. Ютуб-блогеры, инстаграм-модели, тиктокеры – все они теперь часть большой экосистемы продюсирования. И вот мы подходим к современности, к космической эре продюсирования, где виртуальная и дополненная реальность начинают играть все более заметную роль. Продюсеры сегодняшнего дня ищут новые пути для привлечения внимания аудитории, экспериментируя с форматами и платформами. Мы уже видели первое виртуальное кино, полностью снятое и спродюсированное в искусственной реальности. А скоро и вовсе не надо будет вбивать в поисковик фильмы. Их можно будет просто загадывать, они будут появляться на экране. Массовая культура выдавливает с рынка искусство подлинное. Чем выше истинная художественная ценность произведения, тем менее она востребована. В недавно вышедшем в фильме «Американское чтиво» про черного писателя, который пишет недостаточно черную литературу, а потому не имеет успех. Кстати, кино отличное, обязательно его посмотрите. И только когда издает под псевдонимом книгу под названием «Дерьмо» становится мегапопулярным, издатель говорит ему, что недооценил всепоглощающую тупость читателя. Я тоже считаю, что мир постепенно отупевает, и адаптироваться к его запросам человеку с интеллектом и самоуважением довольно трудно. Профессия продюсера, становясь культовой, не отменяет того факта, что он в первую очередь бизнесмен и должен быть способен оценить потребности рынка, чтобы предложить ему нечто съедобное, то, что зритель захочет купить, съесть и переварить. Эта извечная people-havage стала проклятием индустрии, а появление соцсетей второсортного, легко доступного продукта привело к появлению дешевого контента, для которого нет необходимости напрягать мозг, тем самым развращая потребителя и не воспитывая его, а наоборот, оглупляя еще больше. Но посредственности никогда не творят историю. Они ее потребляют, и вы никогда не можете быть уверены в том, станет ли ваш проект востребованным, потому что не существует никакой секретной формулы или специальной такой особенной специи, которая добавит вашему произведению привкус вечности. Но если вы будете создавать то, за что вам не стыдно, это и станет вашим личным успехом. А главное, не забывайте продюсировать себя. Это та инвестиция, которая всегда окупится, и вы никогда не пожалеете, что вложились не в того человека. 1, 2, 3... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...